Сейчас выступит Лена Брандт из МФТИ. Она расскажет о модели популяризации у нас и в мире. Действительно ли у России свой путь? После выступления Олега это вообще звучит очень любопытно. Довольно странно, наверное, в середине, потому что у меня такой... Андрей попросил меня, он на самом деле не только объявляет о конференции, он вообще модератор сессии, он и все придумал, он попросил меня дать некий такой, простите за английский звук-хеликоптер-вью, то есть, типа, чего происходит в России вообще, почему делали некоторые анализы и в других странах. Я хочу понять про аудиторию сначала, а есть здесь те, кто практикует популяризацию науки или пиар, уже работает и работает в этой сфере. Ой, как здорово. Ну, не очень много народу, но это соответствует официальной статистике, их вообще не очень много в России. А скажите, пожалуйста, кто, может быть, учится, но собирается это делать в будущем и видит себя в этом? Ну, еще меньше. Динамик отрицательный. Ну, ладно. В общем, моя задача тогда попробовать вас убедить в том, что хочется вам этого или нет, но это очень нужно нашей стране, поэтому надо. Значит, начну я с проблематики. Вот в 2013 году высшая школа экономики, как обычно, издала очередной выпуск индикаторов науки, так называемых. Они так вот часто делают, там и про научные данные сами, и там обязательно есть такая графа, как научная грамотность населения и вообще целая глава, связанная с популяризацией науки, вообще как это в России работает. Мне кажется, что если в этом зале достаточно патриотов, он должен быть достаточно обидно сейчас, потому что мы не просто на, по-моему, 29-м месте, впереди нас, и впереди нас не только США, которые так нас всегда обгоняют, но еще и всякие там Венгрии, Словения. В общем, очень неприятно, короче говоря, это все. И когда ты спрашиваешь людей, почему так получается, и почему по научной грамотности наша страна, ну, значит, возникает обычно два таких потенциальных объяснения. Ну вот, если очень быстро, вот какие бы вы предложили объяснения? Деньги. – Народу все равно. – Что еще раз? – Народу все равно. – Народу все равно, православие я так же слышала, видимо, так же самодержавие, народность тоже могло быть объяснениями. Ну вот, часто говорят, что, ну, значит, люди, которые вне сферы, я понимаю, почему эти варианты здесь не звучат, к науке достаточно близки, но часто люди вне сферы говорят, так в России еще науки нет, а те, кто не считает, что ее нету, говорят, в России образования нет. Но дело в том, что и на тот, и на другой вопрос есть очень неоднозначный ответ. Ну, Россия, по данным некоторым, например, там, Организации экономического сотрудничества и развития первое место в мире занимает по числу лиц с высшим образованием. Понятно, что абсолютное число это, потому что у нас население достаточно большое, понятно, что там это просто диплом, который некоторые покупают, но, тем не менее, как бы, некая статистика есть, у нас много людей с высшим образованием. А еще у нас наука тоже есть, ну, как бы, и не мне вам об этом рассказывать. А вот есть такая версия, и я не говорю, что это абсолютно точный ответ, но одно из объяснений заключается в том, что в России практически, ну, ладно, не то чтобы нет, последние годы начало появляться, но массовых коммуникаций науки, на самом деле, у нас с этим большие проблемы. Вот, это моя любимая картинка, она достаточно старая уже, она 13-го года, но она настолько классная, что я ее показываю уже долгое время, это такая страшилка. Это семантическое облако, которое построено по российским медиа за 2013 год вокруг слов «Наука и научный». И если кто-то найдет здесь хоть одно слово про науку, у того, значит, очень хорошее зрение, потому что оно здесь есть одно. Не-не-не, про суть науки я имею в виду, про исследование, то, чем ученые занимаются, кто-нибудь видит? Что? Ну, фонд, какой же это про науку-то? Нет, это все. Иран не про науку. Нет, про науку здесь одно слово «Арктика». Может, по-моему, здесь еще там есть, по-моему, МКС где-то было. Ну, в общем, да, МКС и Арктика, они есть. Ну, если вы их не видите, это нормально, потому что это значит, что у вас нормальное обычное зрение, а не дальнозоркость, свойственное пожилому возрасту. В общем, почему так получается? Потому что, ну, да, во-первых, в 2013 году реформировали РАН. Это понятно. Но, на самом деле, это совершенно не оправдывает вот это вот облако, и непонятно, почему медиа вообще больше ни про что не пишет, кроме как про реформу РАН. То есть, к сожалению, ну, сейчас этот тренд, я уже попозже вам покажу, он начинает переламываться, но, тем не менее, когда мы говорим о науке, мы говорим почему-то не про исследование, которое ученые делают, а мы говорим про ее социальный, значит, политический аспект, экономический, вот тут рубль, рот, министр, как бы все на месте, кроме того, чего ученые в лаборатории это делают. Как бы вопрос такой, ну, наука, она же для массовой пользы, в принципе, вроде как доступна, да? То есть, ну, мы же это все видим, мы там смотрим «Рассианина», мы знаем Нилу де Грасса Тайсона, то есть мы понимаем, что это возможно, но просто вопрос в том, возможно ли это в России, как бы с нашей культурой. Ну, это, кстати, реальная фотка какого-то коллектива и какого-то института РАНа, мне кажется, динамики геосфер, что ли. Ну, это как бы, ну, как, не то же проявление, это реальность, но я просто не говорю, что она репрезентативная, что везде все абсолютно так же. Есть такое возражение, что, ну, как бы, вы можете меня зрить, но вообще там Россия же, как бы, да, с Советского Союза сильная школа популяризации науки, у нас же, значит, эти традиции там далеко и глубоко, и вы будете правы. Действительно, ну, мы так помним, мы технику, ну, как мы помним, это память, я бы не назвала, историческая память, так ее назовем, технику молодежи, там, все Союзное общество знаний, я узнала такой забавный факт, что, оказывается, ну, по крайней мере, по версии самого общества знаний, всероссийского на данный момент, что, значит, каждый средний житель СССР, гражданин, слушал за год примерно 6 научно-популярных лекций. Я не слушаю 6 научно-популярных лекций, если честно, за свою жизнь, там, за год. Вот, то есть мы вот это вот все знаем, и на самом деле, ну, хорошая новость заключается в том, что это возрождается. Я не знаю, давайте проверим, вот, кто из вас смотрел хотя бы один выпуск «Все, как у зверей»? Вот, ага, проникает немножечко. Может быть, и физику с Побединским видели вы когда-нибудь, ну, чуть помню, ну, это нормально, про секс интереснее, чем про физику, это понятно. Вот, а кто-то, может быть, Асю Казанцеву читал, а кто-то, может быть, Сашу Панчину читал. В общем, немножко, но, ну, то есть этого, тут понимаете, в чем проблема, что абсолютно точно воспроизводительные, там, советские форматы неправильные не надо, мы в другом мире живем, мы там по-другому общаемся, вообще взаимодействуем и так далее. Но, тем не менее, там, ну, в общем, как-то это возрождается. Но вопрос ко мне был, на самом деле, то, что, вопрос, на который Андрей попросил меня ответить, это вопрос, условно, кто заказывает музыку. То есть, если вы задумаетесь в ответственности на вопрос, а кому вообще нужна популяция и почему она происходит, это вопрос не такой однозначный. То есть, вот, ну, есть несколько книжек по этому поводу написанных, они не про популяризацию, а про научную коммуникацию, потому что нас об этом говорят мало, а в мире об этом говорят довольно много, на самом деле. И это есть отдельная академическая дисциплина, которая так называется, по этому поводу пишутся статьи, пишутся книжечки, и вот если их почитать, читал их немного кто, ну, я читала некоторые не полностью, то там, например, видно такие вещи, что, ну, там, уровень дискурса, который есть по этому поводу в какой-нибудь Дании, вот здесь, например, приведена, да, значит, распространение информации или двусторонний диалог в Дании. Ну, и, как бы, как двигалась, например, от популяризации к вовлечению Корея, например. Дело в том, что, если смотреть на мир в целом, сейчас будет такое очень грубое обобщение, но, мне кажется, оно довольно такое важное для понимания. В мире у нас есть, ну, скажем так, восточная модель, она сильнее всего заметна в Китае, и вообще не берусь ответить за другие страны, просто в Китае она прям уже очень очевидна. Дело в том, что Китай стал первой страной, кстати, возможно, даже единственной, потому что я не слышала о других таких кейсах в других странах, они приняли закон о популяризации науки в 2002 году. У них есть не только министерство, но еще и ряд таких вот, то, что мы бы назвали институтами развития, которые отвечают за распространение науки и технологий в массы. Причем есть госзаказ на это, то есть что-то правительство Китая кажется правильным для распространения, например, информацию о птичьем гриппе, потому что им, наверное, часто болеют, и об этом полезно знать, или, например, информацию о пилотируемой космонавтике, потому что, видимо, им важно, чтобы туда шла молодежь и дети. И вот, как бы, значит, на эту тему есть заказ, который спускается в вот эти вот институты развития и ассоциаций, и они дальше уже, как бы, распространяют это знание по всему Китаю. Кстати, кто-нибудь обратил внимание на табличке научной грамотности, где был Китай, до нас или после? Правильно, после. Вот хорошо, что вы обратили внимание, потому что забавно, что, ну, большой вопрос, насколько это эффективно строить вообще государственную политику именно так. Ну, то есть как бы из-под палки по строгой вертикали сверху вниз опускать, значит, заказ на популяризацию. Есть западная модель, она характеризуется такими прекрасными демократическими либеральными ценностями, что, значит, народ выбирает власть, ха-ха, и, значит, потому что они ее выбирают, значит, им там вот власть как бы должна демонстрировать, что они все правильно делают, в том числе бюджетировать правильно науку, а еще рассказывать налогоплательщикам, значит, о том, что они именно бюджетируют и почему. И вот, например, здесь есть фотография Джеймса Гиллисона, вот мне довелось иметь честь быть с ним знакомы лично, это глава бывшей, вот до прошлого года, коммуникации ЦЕРМа. Это как раз вопрос о том, почему про Адронный коллайдер легко говорить, и почему о нем все знают, хотя никто не может объяснить, что там происходит, что такое Базов Хиггса, но знают все. И я еще обычно в аудиторию спрашиваю, там, поднимите руку, кто слышал про вашу Адронный коллайдер. Что ли, нет? Хорошо, а поднимите, пожалуйста, руку, кто слышал про коллайдер Ника. А, это вам сегодня рассказывают. Кстати, это у меня вообще первый раз, первый раз мы увидим, потому что мы сегодня рассказывали, что руку поднимают больше, чем один или два человека, потому что обычно вот такая разница, где-то пиарушки работают, а где-то нет. Ну, в общем, по его такому мнению, суть именно в этом, что, значит, научная коммуникация — это интерес правительства, а научные организации конкурируют за присутствие в медиаполе. Ну, и надо сказать, что ЦЕРН в этом смысле далеко и давно всех победил. Если посмотреть, тут вот эти милые графики, которые говорят о том, что ученые уже, значит, давно поняли, что обязательно нужно рассказывать про свои исследования, и вот они там готовы это делать в разных форматах, и в соцсеточках, и, значит, там, по телеку, и так, и сяк. Но это на Западе. Знаете, есть такое выражение «проблема Первого мира», это, условно, типа, в Африке не хватает воды, а, значит, в Америке думают, какое соус взять картошки. Вот, как бы, если мы почитаем «проблемы Первого мира научных коммуникаций», то есть вот как раз западные, нам этого все довольно странно. То есть у нас с этим вообще проблемы, с количеством этого, да, с наличием этого. А они рассуждают о том, что что-то ученые слишком элитарно себя позиционируют, как будто они, значит, все знают, а остальные ничего не знают. Вот, ну, и это, на самом деле, забавно, потому что, ну, то есть мы совсем в другой реальности живем. Там сейчас обсуждают, как науку сделать, на самом деле, интерактивной, как вовлечь людей в так называемую гражданскую науку, то, что citizen science называется, да, как убрать ученого из его так называемой башни слоновой кости, где он сидит и действует по принципу дефицитной модели. Есть такой термин, что, значит, типа, у ученых знания есть, а у общества знания нету, и вот нужно срочно этот пробел восполнить. И вот западные наши коллеги думают о том, как им от этого уйти, потому что им кажется, что это неправильно, потому что, на самом деле, коммуницировать мы должны на равных, ученые должны быть не экспертами, а распространителями знания. Вот, и, ну, соответственно, решения, о которых они говорят, это про фидбэк, про вовлечение, про то, что люди должны помогать расшифровывать геном человека и наблюдать за птицами. Вот, вопрос такой, есть ли модель BRICS, потому что, ну, понятно, что мы и не Азия, мы и не Европа, и мы и не Америка. У нас, как бы, как обычно, да, путь где-то, наверное, там, посерединке. Ну, интересно, что моделей BRICS нету. Ну, то есть, кто бы не анализировал происходящее в этих странах, там, в том числе и Россию, кстати, Россию очень мало анализируют, даже обидно. Ну, вот, обычно пишут про Китай, про Индию, даже про Южную Африку, про Бразилию, соответственно, тоже. Ну, вот, говорится о том, что везде в этих странах наблюдается вместе с экономическим ростом очень большой бум и подъем как раз науки и технологий, увеличивается, там, финансирование, их задействованность кадров, но, тем не менее, какой-то стройной и понятной модели того, как в этих государствах коммуницируется наук обществу, нету до сих пор. Ну, и у нас ее на самом деле тоже нет, у нас даже об этом пока не особо думали и не говорили. Вот здесь пример того, почему нам опять должно быть немножко обидно, потому что, ну, во всех странах перечисленных, которые с нами, как бы, наши коллеги, которые в РИС входят в них, эта движуха, она в том или ином виде есть уже. То есть у них о научной коммуникации говорят, они это еще интернационализируют, как бы, в общем, в таком инфополе про это говорят, мероприятие проводят. У нас с этим пока довольно достаточно туго. Вот у нас примерно так, одно, если по-английски поискать, по крайней мере. Вот, ну и есть, мне кажется, такой важный тезис, он серьезный достаточно. Дело в том, что популяризация коммуникации вообще, это же, как бы, производная от конкуренции. Ну, то есть мы говорим, например, про, там, конкурентный рынок, там становится уместна реклама, там, маркетинг, да, ну, потому что надо конкурировать, соответственно, кто первый до потребителя доберется, то, значит, ты король. А, ну, в науке это такой паблик-эфферс, то есть там тоже конкуренция некая должна быть, а у нас в России ее традиционно-то не было, в принципе, мы же там долгое время по принципу госплана жили, и до сих пор вот людям, таким, как вот были на той фотографии, над которой вы смеялись, как бы им удобнее жить по госплану, они по-другому жить не готовы, я говорю, у нас тоже такие, там, институты есть, не очень много, но им достаточно трудно объяснить, почему вдруг надо по-другому начинать жить. А интересно-то вот что, что 13-й год, вот тот самый, когда был этот облако про, значит, реформу РАН, как я недавно узнала из уст, там, замминистра, еще предыдущего министра, ну, кстати, она удержалась, значит, 19-й год стал, на самом деле, в российской науке поворотом. Почему? Потому что в 2012 году были знаменитые майские указы президента, где он там повелел, разные вещи сделали, то, что он повелел, то здесь как раз перечислено, то повысит, все повысит, там, значит. В принципе, уровень развития там национальной науки, он мерится такими тремя ключевыми показателями. Это финансирование исследований, это количество людей, занятых в них, и акцитируемость. И вот интересно вот что, что, оказывается, с 2000 года по 2013, это, ну, я так понимаю, что раньше с 2000 тоже падение было, просто его не замеряли. Так вот, эти 13 лет, все эти показатели неуклонно падали, просто экспоненциально. И вдруг, в 2013 году накопилась какая-то, видимо, критическая масса действий предпринятых, и это все переломилось, пошло вверх, и к 2016 году, за 3 года всего, это падение не только скомпенсировалось, но даже в рост пошло. И вот есть такая версия, я заранее извиняюсь, если здесь кто-то есть из Российской Академии Наук, потому что это такая болезненная тема, вообще, я ее обычно стараюсь не касаться, но оказалось, что политика, ну, приведения науки в университеты, видите, здесь есть такой пункт, да, повышение доли вузовского сектора, вот этот вот ВЗИР, это внутренний затрат на исследование и разработки. В общем, суть оказалась в том, что государство осознанно сделало ставки на университеты. Ну, то есть схема, в которой наука находится в Академии наук, а образование находится в университетах, оно вообще западных коллег довольно-таки сильно, ну, удивляет и смешит. Они говорят, ну, как бы, а как вы можете учить людей чему-то, если у вас там наука не делается? Ну, и то есть ставка государственная на то, что если объединить науку и образование университетов, то станет лучше. Ну, и, кажется, вроде становится потихонечку, по крайней мере, локальный тренд именно такой. И вот, если говорить об университете и популяризации, то есть я, ну, как бы, постаралась объяснить, почему, как мне кажется, у университетов есть шанс этот тренд переломить, и вот эти вот облака все сделают чуть более насыщенными, чтобы там были другие фамилии, кроме Путина, пока, потому что как бы их нет, он главное вообще лицо российской науки. Вот университет, ему приходится, не, это, кстати, не шучу, вот на самом деле сколько ему облаков не делали, по 14-15-му году, везде Путин это единственная фамилия. Так вот, если вы посмотрите, с кем коммуницирует университет, то аудитории достаточно разные, там есть и бизнес, и власть, и абитуриенты, и везде, везде нужно конкурировать, в отличие от научно-исследовательского института. А теперь я хочу вас спросить, а как вы думаете, какая, вот, например, у физтеха и еще у 21 вуза ключевая аудитория вот на ближайшие годы целевая? Вот из перечисленных здесь. Абитуриенты, вот звучит версия еще. Власть, возможно. Ну, вот я, возможно, вас удивлю, но на самом деле она вот. То есть просто задача такая стоит, что нужно конкурировать за внимание экспертов рейтингов, потому что до 20-го года стоит задача войти в сотни международных рейтингов. И вот именно поэтому, на самом деле, ключевым моментом коммуникации университета становится наука, а вовсе не образование и не то, как у нас хорошо учиться и то ли это отремонтировать. И я очень просто быстро покажу, чего делаем мы. Одну минуту ты еще постоишь у меня над душой. Значит, проблема коммуникации, ну, науки университета, она довольно сложная. Я думаю, что у всех научных коммуникаторов стоит одна и та же проблема, что значит все эти слова. Ну, а если заняться этим поплотнее, то, в принципе, все переформулируется достаточно легко. Ну, то есть это, по сути, вот то, что было на предыдущем слайде, только превращенное в новости, которые вот выходят там, типа, у нас в крупнейшей федеральной СМИ. И вот что мы выяснили за там год, который мы работаем на Фестехе, оказывается, ну, я думаю, что кто работает в Казахстанском федеральном университете и в других университетах тоже это, видимо, освоили, что на самом деле в медиа, оказывается, российскую науку очень ждут. То есть вот это вот облако, где Академия Путина, это не потому, что медиа лень или не хочет про науку писать или народу неинтересно звучала такая версия. Да нет, интересно, просто как бы этот контент отдавать надо туда. Оказывается, что мнением ученых интересуются, причем не только таких маститых пожилых ученых, но, на самом деле, еще и молодых. Вот у меня был, а, да, самая удивительная вещь, которая с нами случилась, это оказалось, что на Западе российскую науку тоже ждали и хотели. Вот оказалось, что можно колонки в Scientific American писать, что новости там могут регулярно выходить в Daily Mail, и что это все реально востребовано. И нам приходится преодолевать много сопротивлений, чтобы постараться быть ближе к людям, чтобы уговорить таких ученых из лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер сходить, посмотреть, к примеру, Марсианина, чтобы типа это откомментировать в медиа. А вот это как раз тот самый пример, когда просто рыбокамнение — это такое место, где всякие там директора холдингов обычно высказываются. Вот это два аспиранта лаборатории, там, типа, нелинейных процессов, которые написали, какие технологии звездных войн могут появиться в реальности. И это просто показатель того, что очень мало науки в СМИ. Ну просто, ну как бы, очень мало кто этот контент вообще готов давать. Ну, у нас есть лекторий, у нас был календарь в стиле Пирели, но у нас не оказалось женщин, чтобы он получился в стиле Пирели, поэтому-то вот такие мужики. У нас, да, мы проводим с вами слэм, кстати, мы были первыми, кто в университете его провел, нас за это закидали, сказали, что это в паре должно быть в университете. У нас здесь прекрасно, в принципе, стихи шутят, я забыла взять с собой наклейки, но когда-нибудь мы с вами еще встретимся, и мы их раздам, он как раз вместе с М плюс один. Вот, это, кстати, можно проверить свой уровень сложности, потому что, ну, надо немножко понимать, чтобы некоторые из них понять. Вот, такой вот у нас еще есть эксперимент, мы пробуем на западную историю-то закинуть в стиль образовача. Вот, есть видеоблог, который мы пытаемся вести, ну, так вроде пока не плохо получается, про наши новости, которые мы пытаемся сделать в стиле Плюс 100-500, то есть там главное шутейки, а не сами новости. Ну, и есть как бы глобальная большая задача, это вырастить поколение других, не тех, которые были на той самой картинке, а молодых, бодрых, которые понимают, что, в общем, ну, наука это может быть и свежо, и интересно, и хорошо. И что с национальной моделью-то? Свой путь все-таки или не свой? Я думаю, что... Я вообще не верю сейчас в стратегии моделей, мне кажется, что в России особенно вообще это не работает, то есть типа шут написать, там запланируют, все равно все не так пойдет, поэтому я думаю, что ответ примерно такой, что надо быть попроще, вот, и что тот тренд, который в науке задался в российской за последнее время, в науке и в коммуникациях ее как производной, надо просто продолжать, не сбавляя темпу. Спасибо большое за внимание.